Внезапно мы видим вдалеке какое-то движение, и на фоне синей воды вырисуем... Пацаны, пацаны, всем доброго привет! Надеюсь, у вас всё хорошо. Я сказал пацаны, пацаны, а то что-то реально в последнее время в комментариях пишут. А девчонки, а мы как? А чё ты продаст? А чё пацаны только? Да не пацаны только, а пацаны и пацаны. Вот, смотрим сегодня ужасающий тикток аккаунт LightsCareOff. Это действительно тикток аккаунт, в котором выкладываются всякие жуткие, на самом деле, видосики. Я его видел, но не полностью там всё смотрел, но что-то оттуда, естественно, видел. Вот, у Фантома вышел свежачок, ребята. Давайте смотреть. Поддержка, естественно, оценивается высоченно в виде ваших пальчиков вверх, в авансикам. Спасибо большое всем, кто ставит. Вот, комментарии пишите, подписывайся, организуйте, подписывайтесь. Исключительно с бубенцами, правильно. Без них, ну, аж же, без них смысла особо нет. Вот, ну, есть, но всё равно с бубенцами надо. И ссылочка на оригинал внизу, а мы, давайте смотреть уже, давайте смотреть. Все ссылочки остальные тоже, естественно, там же внизу. Поехали. Тикток существует всего несколько лет, а количество его пользователей уже перевалило за 1 миллиард. Там же есть всё то же самое, что есть на YouTube, только в ультракоротком формате. Не остались в стране одной социальной сети создатели хоррор-контента. В тиктоке существует ряд интересных аккаунтов, оставлять которые без внимания было бы настоящим преступлением. Один из ярких представителей жанра хоррор там, это пользователь под ником Light Off. Собственно, тематики его творчества можно судить уже по названию канала, который переводится на русский язык как свет выключен или огни погасли. А у вас выключен? Выключай быстрее, даю тебе 5 секунд, раз, два, три, четыре, пять, а в нашей вселенной секунды быстрее двигаются. Именно в темноте происходит большая часть придуманных им сюжетов. Что же известно об этом? Ну у него на самом деле стандартный сюжет обычно, обычно он такой, что здесь семень, какая-то сранина что-то там куда-то идет, оборачивается и бежит на тебя, что-нибудь такое. То есть у него, то что по крайней мере я видел, несколько его видосов, они схожи, скажем так, по концепции. Но важно, что сранина у него всегда разная, ребята, и реально жутко. На самом деле не так уж и много. Он проживает в Лос-Анджелесе, ему чуть больше 20 лет, 3D-анимации учился самостоятельно и вот уже 2 года занимается созданием жутких ультра-коротких видео. Длительность ролика в ТикТоке, как правило, составляет 15 секунд. Напугать зрителя за это время довольно непросто, поэтому практически все видео представляют собой старые добрые скримеры. И еще одна особенность этого канала – необычный подбор персонажей. Помимо заезженных сиреноголовых и слендерменов, можно встретить ряд совершенно нетипичных для жанра героев. Часто в образе кровожадных злодеев мы видим хорошо знакомых героев мультфильмов или кемпинг. Мне нравится это совпадение, что, на самом деле, когда мы смотрим с тобой что-нибудь жуткое, котик всегда вот это вот с нами. Я это не специально, но так что-то получается. ...экторных игр. Их внешний вид бывает искажен настолько сильно, что не вызывает ничего, кроме ужаса или отвращения. Но, как известно, лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Поэтому давайте погрузимся в незабываемую атмосферу этого канала. Ой, у нас есть некоторый формат, который мы еще давно не смотрели. Типа, страшные короткометражечки. Но это что-то, видимо, похожее будет. Но это же совсем уже короткометражечки. Буквально 10-15 секунд. Ну, поехали. Сам-то, на самом деле, видосик на аж 14. Смотрим, ребята. Ужасающий тиктук-аккаунт Lights are Oath. Фантазия автора переносит нас в синие глубины океана. Сюда двое отважных аквалангистов отправились изучать местную фауну. Один из них снимает на видео своего товарища, который с интересом рассматривает огромную глубоководную рыбу. А посмотреть там и правда есть на что. Помимо крупных размеров, с олба у твари свисает светящаяся приманка. А пасть усеяна рядами острых зубов. Видимо, это как раз тот случай, когда научный... Ну, у неё такие большие глазки, от этого она даже отчасти выглядит немножко мило. ...интерес сильнее чувства самосохранения. Но опасность приходит откуда её не ждали. Внезапно мы видим вдалеке какое-то движение. И на конь синие воды вырисовывается ещё более... А это батя пришёл. Батя приехал. С командировки. Который разину в пасть устремляется на добычу. Оператор тем временем опускает камеру вниз, где мы видим не только пару жёлтых ласт, но и ещё одну зубастую пасть, приближающуюся из глубины. Подводная прогулка у ребят мя... Это родители. Это всё-таки был малыш, действительно, поэтому у него глазки большие. Говоря, немного не задалась. Вот перед нами более привычная обстановка. Пустынная ночная улица, освещённая фонарями. Играющая на фоне весёлая музыка не предвещает никакой беды. Но вдруг камера выхватывает из темноты две осветящиеся точки. Они начинают приб... Бежит, чёрт, бежит! И вот в свете фонарей перед нами предстаёт огромный мультяшный кот. И бежит он в нашу сторону явно не для того, чтобы... У него, на самом деле, видосик очень хорошо звук ещё сделан. Если даже музыка какая-то играет, она такая, типа, знаете, искажённая версия, это и музыки, там, песни. И, ну, короче, звук у него тоже хороший достаточно. Вот конкретно даже больше из-за звука, вот звук больше атмосферы создаёт большую часть атмосферы его видосиков. Спасение? А, его похер. Кажется, самое время бежать, сломя голову, но оператор, видимо, решил собрать все лайки тиктока и не торопится покидать место происшествия. Немного поблуждав по окрестностям, камера вновь выхватывает из полумрака грузовик, на фургоне которого сидит чудовищный котяра и со зловещей улыбкой протягивает к нам руку. Для тех, кто не узнал, скажу, что главным антигероем ролика был знаменитый Катун Кэт, популярный герой разнообразных крипипасты и творения художника Тревора Хендерсона. С его персонажами, кстати, мы еще сегодня столкнемся. Ой, что-то так жутко это все выглядит, да? Эти видео придется по душе фанатам мультфильма История игрушек. Да, он еще берет вот эти вот невинных каких-то персонажей из... ну, персонажей из невинных были, мультиков каких-нибудь, вообще невинные персонажи. Это такие стандартные, миленькие, из добреньких мультиков. И просто создает из них монстров. Вот старый добрый ковбой Вуди, кажется... Вуди, что с тобой, б***ь, стало? Ты перешел на сторону зла. Теперь это незабавная игрушка, воплощающая в себе дух Дикого Запада. Огромный демон, который может не только ухмыляться зубостой пастью, но и раскаляться до красна. Завидев перед собой чудовищную фигуру, наш герой, снимающий все на смартфон, со всех ног бросается к своему пикапу. Но тщетно. Под раскатистый смех Вуди на машину и ее незадачливого владельца опускается гигантский ковбойский сапог. И вновь ролик со столь любимым нами мультяшным котом. Только теперь он, как и ковбой Вуди, увеличился до гигантских размеров. И с громким топотом бродит по спящему городу, выискивая новую жертву. Наш герой, который и ведет съемку, до смерти напуган и старается даже не дышать. Вот чудовище поравнялось с домом. Вот ночью, слышите что-нибудь? Какой-то звук. Вроде землетрясения, вроде не землетрясения, вроде землетрясения не бывает. Смотрите, открывайте. Зашторено у вас окно. Открываете, значит, шторку убираете. Смотрите. Вот это вот хуйня у вас там идет. Просто. Ну там не так близко к вам, в принципе. Где-то подальше там. Но видно, что огромный хуйня просто куда-то идет. Ваши первые действия конкретно. Ну кроме того, что вы отбудете, очевидно. Ваши первые действия. Вы что сделаете? Вот мне кажется, что... Наверное, в таком случае телефон возьмешь, начнешь гуглить, смотреть новости. Типа, может кто-то знает про это. А что ты еще сделаешь-то? Ну что ты можешь сделать, кроме того, чтобы попытаться узнать, что об этом пишут и пишут ли вообще. А ничего. А все. А ты пока гуглишь, он уже здесь. Ты такой гуглишь в телефоне своим. Смотришь в окно, а там уже еб***ь просто во все окно и вот эти светящиеся глаза. Ха-ха-ха. О-о-о-ой, нагоняю. Не буду. Извините. Зыркнула в окно и светящимися глазами прошествовала мимо. Казалось бы, опасность миновала и можно наконец-то вернуть. Конечно, конечно. Собравшись с духом герой подходит ко тьму, в котором видят светящиеся глаза и улыбающуюся пасть. Я не видел! Я не видел этот видосик! Я просто придумал эту херню. Ха-ха-ха. Но это было, как бы, это такая банальщина немножко все-таки. Но я видосик не видел. Вот конкретно этот, нет. Я знаете, какой я видел? Я видел, который показали до этого, где он машины сбивается и этот котик встает. Вот этот я видел. Видел еще тоже где-то на трассе. Они там куда-то едут и какая-то сранена бежит то ли за ними, то ли вместе с ними куда-то бежит. И еще видел что-то с каким-то персонажем из мультика. Не помню, правда, какое. Может, сейчас покажут. Вот. Но вот это я не видел. Это не видел, честно. Кто у нас проживает на дне океана? Вот, 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 вот. Вот его видел. Вот его видел. Губки Боба. Патвейк. Его лучший друг морская звезда Патрик. Он такой жуткий. От пухлого добряка не осталось и следа. Теперь это гигантская гора мышц с выражением лица, который не сулит ничего хорошего. Максимально жутко. Но, похоже, умственные способности Патрика остались прежними. Ведь мы... На том же уровне. И там музыка играет на фоне. Просто прислушайтесь. По-моему, в фильме Астральчик играло подобное. Мы видим, как монстр в тупом недоумении рассматривает горящий уличный фонарь. За столь важным занятием Патрика фиксирует камера смартфона. Лишь спустя несколько секунд монстр замечает, что он не единственный, кто решил прогуляться по улице в столь поздний час. Патрик издает жуткий трудный вой, от которого закладывает уши, после чего хозяин смартфона бросается на утек. Что же есть? Основания полагать, что оператору удалось убежать. Ведь в начале ролика мы видим, что передвижения по суше весьма непросто даются морской звезде. Стоит заметить, что создателю канала поступает множество самых разных предложений. В частности, фанаты просят сделать видеоигру по его роликам. Сразу видно, что художник читает комментарии под своими видео, потому что пообещал, что в скором времени можно будет не только убегать от монстров, но и давать им отпор. Пример возможного оружия показан в очередном видео. Мы опять видим ночной городской пейзаж, скупо освещенный уличными фонарями. Нашего героя преследует какое-то чудовище, и вот их разделяет лишь хлипенький мозг. Жаба какая-то. Песдав громкий рык, монстр бросается на свою жертву. Но меткий выстрел из бластера мгновенно превращает преследователя в каменное изваяние. Пепрально. Ибо нехрен по ночам на людей кидаться. Не пугать. Что за... Зачем? Для чего? Что это за человек такой? Или за жаба? Ооо. Ооо. Опять какая-то огромная. Оооо. Ооо. Выходит, тихо мамочи водятся не только черти, но и гигантские гуманоиды, полный рост которых даже представить страшно. Виндига снова ворует мои посылки. Таким комментарием сопровождалось следующее видео. Ооо. Господи, какой стрёмный. Напомню, что Виндига это дух-людоед в мифологии индейцев-алганкинов. Виндига вселяется в людей, вызывая у них острое желание попробовать человеческое мясо. Доподлинно неизвестно, как представляли себе этого духа сами индейцы. Но в массовой культуре за ним закрепился образ человеческой фигуры с рогатым оленьем черепом вместо головы. Итак, мы попадаем на крыльцо дома, расположенного в лесу. Среди звуков ночной природы отчётливо раздаётся недружелюбное рычание. После чего кто-то утаскивает во тьму стоящую на полу посылку. Мгновение спустя мы видим, как из темноты появляется жуткая рогатая фигура. Это ещё полбеды. Оглядевшись, наш герой понимает, что... Ну ладно, а эти ребят не так страшно выглядят сейчас. Виндиго окружили его со всех сторон. Господи, боже мой, вот это реально стрёмно, это жутко. И вновь на улице... Не-не-не, вот до этого было, до этой розовой сране, вот до этого было реально жутко, вот эта вот хрень выползающая. Из ночного города выходит гигантский Громила, сотрясая своими шагами землю и пугая спящих жителей. Перед нами появляется печеньковый монстр из придачи улицы Сезам, получивший в русском переводе имя Коржик. Последствии мы помним, что этот когда-то безобидный персонаж отличался просто чудовищным аппетитом, в неимоверных количествах поглощая не только печенье, но даже несъедобные пред... Теперь он перешёл с печенья на людей. Теперь же вырос не только сам Коржик, но и его навязчивое желание набивать свой желудок. И его аппетит. Поэтому с криком печенья он набрасывается на бедного оператора, судьбе которого остаётся лишь посочувствовать. Господи, здрасте. Это этот что ли? С гадкий я? А что в обычном, далеко не южном лесу делают лианы? И почему эти лианы двигаются, плотно опутывая стволы деревьев? Да и лианы это вообще. На протяжении нескольких секунд мы остаемся в неведении, созерцая лишь тёмный лес и слушая скрип деревьев и шорох листвы. Внезапно перед нами предстаёт лошадиный череп с длинной чёрной гривой. То, что сначала показалось лианами, это бесконечно длинное тело существа под названием Лонг Хорс. Отцом этого необычного существа является уже упомянутый мною Тревор Хендерсон. Однако не спешите пугаться лошадиного черепа на длинной шее. Сам по себе этот демон не способен причинять людям бред. Ну, задушить тебя может, в принципе, так-то. Душануть. Наоборот, он появляется во снах, чтобы предостеречь человека, которому угрожает опасность. Он хорош, получается. А теперь давайте... Хороший, б***ь. Помним классику. Микки Маус тысяч... Вот, Микки Маус ещё видел. 1928 года считается символом не только компании Уолта Дизнея, но и всей мультипликации в целом. В этом видео традиционно положительный герой, который, кстати, по мышиным меркам должен был давно состариться и умереть, в виде гигантского монстра встаёт на пути следования машины. Под весёлую песню из старого мультфильма Микки поднимает с дороги бетонное ограждение и швыряет его в автомобиль. Машина, жалобно визжа сигнализации, улетает едва ли не за горизонт. Водителю остаётся лишь спасаться бегством. Удалось ли ему скрыться от гигантского мультяшного героя или второй бетонный блок размазал его по асфальту? Видео умалчивает. О-о-о! В очередном видео мы оказываемся в машине, которая остановилась на пустынной дороге. Из темноты выплывает человеческий силуэт и начинает стремительно двигаться в нашу сторону. Очень скоро удаётся различить в незнакомце хорошей известного персонажа, а именно пирамида Голового и Сайленд Хилл. Кожаный фартук, замысловатая конструкция на месте головы и огромный тесак не оставляют никаких сомнений. И всё же появление этого персонажа не сулит нам ничего хорошего. Поэтому мы быстро покидаем машину, а оглянувшись, увидим, как пирамида Головый одним ударом своего гигантского ножа превращает автомобиль в груду искорюженного металла. И снова поездка на автомобиле по ночной дороге. А также возникающие из ниоткуда незваные гости. Такая узкая дорога ещё. Раз это не кто иной, как телепузики, герой одноименной передачи для самых маленьких детей... Пылесос-то вместе с ними, нет там? И только теперь они выглядят не так мило. Цветные плюшевые комбинезоны стали одинаково серыми. А вместо глаз на неподвижных лицах появились чёрные провалы. Завидев на дороге трёх плюшевых монстров, наш герой начинает сдавать назад. Покя... Гой, ну нахер. Вдруг машина не останавливается во что-то, врезавшись. Внимательный зритель сразу поймёт, что, а точнее, кто стал неожиданно. Да? У нас есть один, на самом деле, видосик, который мы смотрели про вот этих вот ребят, достаточно жуткие. Можете посмотреть, на канале есть. Одни окно. И оставшиеся троица тоже времени зря не теряет. Телепузик Дипси. Да, их можно различать не только по цвету, но и по форме антенны на голове. Со всей силой прыгает на капот машины, что не оставляет водителю никаких шансов на спасение. Ну, я всё ждал камео-пылесоса, его не произошло. Хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо. Вот в таком месте мы ещё действительно не были. Общественный туалет в большинстве случаев сам по себе довольно неприятное место. Особенно, когда заканчивается туалетная бумага или мыло. А если при этом кто-то неистово начинает ломиться к тебе в кабинку, то ситуация вообще хуже некуда. В таком незавидном положении оказался герой этого видео. Выдержав несколько особенно настойчивых приступов, дверь всё же поддаётся, и за ней мы видим лягушонка Кермита. Такой он счастливый. Из передачи Muppet Show. С жуткой улыбкой оглядев свою жертву, платоятная земноводная совершает смертоносный прыжок. И последнее, что снимает камера, это разинутая пасть монстра. Что ж, надо признать, что обстоятельства смерти героя весьма незавидны. Остаётся только гадать, сколько седых волос появится у Бор... Но он там в любом случае без туалетной бумаги сидел, так что я не знаю, на что он в целом надеялся. Какой у него был план? Первый обнаружить место преступления. Есть среди видео и относительно новой персонажи. Например, Олаф из Холодного Сердца. Сначала мы видим, как этот на первый взгляд безобидный персонаж... Бля, я не говорю, он берёт самых добрых персонажей и создаёт вот это. Наш идёт по заснеженному двору. Вдруг, откуда ни возьмись, на него опускается гигантская нога. Раздавив бедолагу в смертон. Перед нами предстаёт ещё один снеговик. Он огромен и, судя по оскалённой пасте и светящимся глазам, очень кровожатен. Это брат Олафа. Такой, типа, тайный брат, про него мало кто знал. Как услышав шум за спиной, мы оборачиваемся и видим, как с диким смехом к нам бежит Олаф. И да, это последнее, что мы видим. Этот одинокий миньон из кинофильма «Гадкий я» тоже кажется вполне безобидным. Даже встреченный среди ночи на пустой улице он скорее вызовет умиление, чем ужас. Но, кажется, кто-то упустил одну важную деталь. Миньоны никогда не ходят по одному. И действительно, скоро мы слышим, как характерный смех всё нарастает. И вот к нам из темноты бежит уже целая армия миньонов. Ой, да чё они сделают маленькие такие? Это к Соник. Персонаж легендарной игры от компании Сега. Персонаж тонны крипипаст. Он появляется перед нами в тускло-освещённой комнате под мелодию, которую фанаты серии узнают в первом. Блин, а вот с ним сложновато. С ним сложновато, потому что его хрен поймаешь. Он же может чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу вокруг тебя. Но вместо улыбки на лице Соника жуткий аскал. Сам он заляпан кровью и вообще передвигается слишком медленно для известного своими скоростями персонажа. Но будто прочитав наши мысли, существо вспоминает о своей суперспособности. И начинает наматывать круги по дому. Пока, наконец, не решает разделаться со своей жертвой. Вот такую вот вселенную, буквально-таки из 15-секундных роликов, создал автор тикток-канала Огни Погасли. Всё показанное лишь капля в море. Ведь на данный момент на странице пользователя доступно более сотни коротких видео в жанре хоррор. Число которых регулярно растёт. Своё творчество художник описывает одной фразой. Я оживляю кошмары. Звучит достаточно ёмко и полностью выражает суть канала. Если у вас нет полутора часов посмотреть какой-то фильм ужасов, посмотрите короткометражку. Если нет времени даже на короткометражку, вот вам 15-секундные зарисовки. Спасибо за внимание. А начнёшь на эти 15-секундные зарисовки смотреть и застрянешь на часов 5. В тиктоке есть ещё ряд интереснейших хоррор-каналов. Если хотите, чтобы я снял ещё одно видео, ставьте лайки. Слушайте, ну это интересно. Это прям интересно, реально. Это было прикольно, мне понравилось. Пальчики вверх ставьте тоже обязательно, если хотите больше такого. Да и в принципе ставьте. Большая поддержка. Спасибо большое. Вот, и пишите комментарии, пишите комментарии, что ещё хотели бы посмотреть. Я видел последний, на последнем, собственно, ролике, который выходил по Фантому. Вы ещё предложили посмотреть про вселенную SCP. Вот, не знаю. Интересно? Если интересно, опять же пальчики вверх ставьте. Увижу интерес. И продолжим, собственно, такие вот вещи смотреть вместе с вами. Вот так вот, ребята. Получается, что остаётся тебе ещё подписывальщик. Организовать обязательно с бубенцами. И увидимся с тобой где-нибудь и когда-нибудь. Жуткое дербище, конечно, это всё. Жуткое дербище, конечно, это всё.